В ночном твите прошлым летом миллиардер и технологический магнат Илон Маск изложил, пожалуй, свой самый смелый, если не сказать злодейский план Бонда на сегодняшний день. Этот план – ядерный Марс. Друзья, меня зовут Андрей и это новый выпуск на нашем канале. Не будем затягивать с приветствием, давайте начинать. Была ли это шутка? Возможно. Но имейте в виду, что Маск уже озвучивал идею термоядерного устройства на Марсе по телевидению около 4 лет назад. И независимо от того, поверили вы ему на слово или нет, безусловно, стоит изучить его компанию SpaceX и ее амбиции колонизировать Красную планету. Итак, сегодня мы задаемся вопросом, что будет делать SpaceX, когда они прибудут на Марс. Прежде всего, давайте поразмышляем, насколько серьезно Илон Маск на самом деле собирается попасть на Марс. Ответ прост, он очень серьезен. Хотя самым известным предприятием миллиардера, вероятно, является гигант электромобилей Тесла. Его компания SpaceX была основана еще в 2002 году с четкой целью снизить стоимость полетов на Марс. Что сделает SpaceX, когда доберется до Марса? И недавно Илон Маск рассказал, что сделает на Марсе в первую очередь. Основатель компании опубликовал в своем твиттере пост, в котором рассказал, что с самого начала собирается сделать на Марсе. По замыслу Маска, колонисты построят на красной планете марсианскую станцию, но сначала они установят на базе флаг. Но это будет не американский флаг, а новой разработкой которого сейчас занимаются дизайнеры Маска. Сам предприниматель недавно намекнул, как может выглядеть этот флаг. Фотограф Джон Краус выложил в твиттере снимок ракеты Falcon 9, взлетающей с грузом, очередной партии из спутников Starlink с космодрома имени Кеннеди во Флориде. Маск сразу же отреагировал на публикацию и написал, что примерно так и будет выглядеть первый марсианский флаг. Фотограф быстро ответил на сообщения предпринимателя и заменил на снимки Солнца на Марс. Получилось неплохо, ответили пользователи твиттера. Ранее в сети обсуждался другой возможный дизайн флага. Это может быть изображение из романа «Двигая Марс» писателя Грегобира. Там автор описывает бело-голубое полотенце с большим красным кругом и двумя поменьше, символизирующими сам Марс и две его Луны. Напомним, что первые колонисты отправятся на Марс уже в 24-м году на корабле Starship. Это современная сверхтяжелая ракета-носитель. Эта ракета имеет двухступенчатую конструкцию, в которой вторая ступень одновременно выступает в качестве космического корабля и будет полностью многоразовой, так как обе ступени могут совершать посадку. Starship будет работать на метан-кислородных двигателях Raptor, благодаря чему вторую ступень ракеты можно будет дозаправить прямо на орбите. Возможно, именно эта ракета и окажется на флаге Марса. Космический интернет сделает возможными миссии SpaceX на Красную планету. Пока Нокия по заказу NASA работает над развертыванием 4G-сети на Луне, кстати, мы об этом уже рассказывали на нашем канале. После просмотра этого ролика вы можете перейти либо по подсказкам, либо по ссылке в описании и посмотреть этот выпуск. Операционный директор и президент SpaceX Гвин Шотвелл озвучила амбициозные планы компании по подключению к интернету Марса. Буквально на днях ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту очередную группу спутников, благодаря чему их общее количество составляет около 700. Аппараты не только обеспечат доступ к сети по всей планете, но и станут частью марсианских миссий SpaceX. Если нам удастся отправить на Марс людей, то, конечно, необходимо будет обеспечить коммуникацию. Поэтому на орбите этой планеты нужно разместить группу спутников, такую же, как Starlink. Впоследствии две группировки, околоземная и марсианская, свяжутся друг с другом, таким образом образовав связь между двумя планетами. Также Гвин Шотвелл поделилась планами относительно использования мультифункционального космического корабля Starship. К примеру, есть идея использовать разгонный блок Starship в качестве посадочного модуля лунной программы Артемида. Еще определенные модификации Starship могут служить арбитральными топливозаправщиками для подготовки космических кораблей с разгонными ступенями к полетам на Луну и Марс. Планируется, что данная система будет запущена в работу в 2022 году. Третий вариант использования ракеты – это пилотируемая миссия на Марс. А четвертый – уборка космического мусора на орбите Земли, который небезопасен для Международной космической станции и других миссий. Фрагменты ракет и неработающие спутники засоряют космическое пространство и несут большую опасность, так как при столкновении могут повредить обшивку космических кораблей. Мы постараемся сделать так, чтобы Starship смог забрать этот мусор и расчистить космическое пространство. Кстати, свою группировку спутников мы опустили на низкую околоземную орбиту неспроста. Те спутники, что выйдут из строя в процессе падения, сгорят в атмосфере, не причинив вреда ни в космосе, ни на Земле. Стоит отметить, что чем ниже находится группировка Starlink, тем меньше задержка сигнала. Кстати, о первых впечатлениях использования интернета от Starlink мы поделились в прошлом выпуске. Ссылка будет в описании. На этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не жалейте лайков. Обязательно подпишитесь на канал и не забудьте поставить колокольчик. Также я буду благодарен вам, если вы оставите свой комментарий под выпуском. Ну и, конечно же, подписывайтесь на все наши полезные каналы и ресурсы. Все ссылки будут в описании. Ну а я желаю вам отличного настроения, друзья. Не переключайтесь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok